Продолжение следует... 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 Раки из нейроэндокринных, собственно, все, но особенно нужно выделять мелкоклечную нейроэндокринную карциному из-за того, что она все-таки лечится по-другому Аденокарцинома, в свою очередь, делится на очень большое количество подтипов которые нам, наверное, будут необходимы уже скорее на материале операционного исследования Для Аденокарцинома легкого, если мы видим материал биопсии, то есть малый материал нам важно отметить, какой тип опухоли мы видим То есть преобладает, например, только лептическая карцинома Например, мы видим ацинарный паттерн, который образует железы или папиллярный, также солидный или микропапиллярный паттерн Если мы это видим, мы пытаемся указать, что, допустим, трепан биоптат представлен Аденокарциномой легкого с преимущественно таким-то паттерном Процентное соотношение при малых биоптатах определять не имеет смысла потому что мы видим только малую часть опухоли Процентное соотношение, а также выставление грейда можно осуществить только на операционном материале Также, когда у нас малый объем материала, мы можем иногда сказать точно Это Аденокарцинома, плоскоклеточный или, например, нейроэндокрин и мелкоклеточный рак Только морфологически Но в большинстве случаев все не настолько очевидно И, допустим, часто встречаются опухоли, которые выглядят солидно То есть растут сплошным ростом И тогда у нас возникает закономерный вопрос Как предположить, что это Аденокарцинома или плоскоклеточный рак Для этого нам помогает иммуногистохимия Для малого объема материала необходимо использовать минимальный набор иммуногистохимических маркеров Потому что мы пытаемся сберечь материал для дальнейших методов исследования Поэтому мы пытаемся воспользоваться минимальной панелью То есть для Аденокарцинома в основном это ТТФ Если есть муцинозный компонент, мы должны окрасить, например, ЦК-7 или ЦК-20 Чтобы исключить метастаз из кишки На плоскоклеточную дифференцировку нам подтверждает П40 И если у нас есть опухоль с четкими нейроэндокринными признаками Мы можем покрасить ее на нейроэндокринные маркеры Чтобы подтвердить нашу догадку о том, что морфология соответствует нейроэндокринные А также определить индекс КИШ-67 Потому что он поможет нам склониться в сторону Все-таки это мелкоклеточный или это какие-то другие карциномные опухоли Но для диагноза нам необходим все-таки подсчет метозов Поэтому важен операционный материал Здесь представлена иммуногистемическая окраска на PDL-1 PDL-1 это такой рецептор на опухоли, который помогает ей прятаться от иммунных клеток И если мы выявляем, что он на опухоли есть То, собственно, можем назначить препарат, который будет его блокировать А значит, иммунные клетки смогут увидеть опухолевые Здесь представлены окраски различными клонами PDL В зависимости от того, какую информацию мы хотим получить при данном иммуногистохимическом исследовании Это просто сопроводительная диагностика или комплементарная Мы можем использовать разные клоны препаратов Разные клоны, которые подходят, соответственно, разным препаратам Ну и дальше То, что образец Мы определились Это аденокарцинома или плоскоклеточный рак Если это непонятно Или Невозможно определить иммуногистохимически То есть окрашивание какое-нибудь неочевидное Не точно говорит о том, что это аденокарцинома или плоскоклеточный Мы можем оставить немелкоклеточную карцинома Без дополнительных уточнений И уже дальше на материале операционном мы можем уточнить Это все-таки там баллоката аденокарцинома Или это плоскоклеточный рак Или это немелкоклеточная карцинома Или какой-то другой специфический подтип Дальше мы тестируем на PD-L1 Все образцы А также часть, которая относится к аденокарциноме или неплоскоклеточному раку Отправляется для дальнейших исследований генетиком Все, спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok